Здравствуйте дорогие друзья! 10 ноября прошла третья осенняя виртуальная имени Тима Кука прекрасного презентация Apple Event под слоганом «Еще кое-что». В этом кратком но информативном видео без упущения важных деталей я расскажу о всех новинках мероприятия. Устраивайтесь поудобнее. Тим Кук заявил, что 50% пользователей приобретают Mac впервые. Главной фишкой нового поколения Mac стали собственные процессоры, платформа Apple Silicon. Она строится на трех принципах. Невероятной производительности, собственных технологиях и энергоэффективности. Первым чипом стал Apple M1. В новой системе на кристалле интегрировано все то, что раньше было разбросано по всей материнской плате. Центральный процессор, оперативная память, контроллер ввода-вывода, чип безопасности T2 и контроллер интерфейса Thunderbolt. Процессор получил собственную унифицированную архитектуру Apple. Память имеет малую задержку и к ней получают доступ все процессоры на кристалле без лишних копирований. Благодаря этому повышается производительность и энергоэффективность. Процессор выполнен по 5нм техпроцессу и содержит 16 миллиардов транзисторов, благодаря чему он стал производительным и автономным. Восьмиядерный процессор имеет 4 производительных ядра для выполнения ресурсоемких задач. Они очень быстрые. Есть и 4 энергоэффективных ядра для выполнения простых задач. Несмотря на это, они такие же по мощности как двухъядерный процессор Intel в MacBook Air текущего поколения, и при этом они затрачивают меньше энергии. В M1 интегрирован новый контроллер производительности, который умеет эффективно балансировать между мощностью и временем автономной работы. Процессор имеет самую высокую производительность на ватт. Если сравнивать с ПК, Apple M1 дает большую производительность на всех уровнях мощности. Если взять отметку в 10 ватт, то процессор в 2 раза мощнее. А при равнозначной мощности процессору Apple нужно всего лишь четверть энергии, которую задействует ПК. Исторически прирост производительности небольшой, но Apple M1 дает трехкратное увеличение производительности на ватт. Система на кристалле имеет интегрированный восьмиядерный графический процессор. И это самая быстрая встроенная графика. За машинное обучение отвечает 16 ядерный процессор Neural Engine. Новая философия Apple это собственное железо и идеально заточенная под нее операционная система macOS Big Sur. Она стала быстрее и плавнее и при этом остается все такой же безопасной. Фирменные приложения Apple уже оптимизированы под новый процессор. Обещают трехкратный прирост производительности в Logic и в 6 раз более быстрый Final Cut. При этом будут поддерживаться обе платформы и Intel теперь уже на старых компьютерах и новая Apple Silicon. Неподдерживаемые приложения будут запускаться в режиме совместимости с новым процессором M1. А также будут поддерживаться игры и программы разработанные под iOS. Первым Mac на связке чипа M1 и macOS Big Sur стал MacBook Air. 13 дюймовый Ultrabook является самой продаваемой портативной машиной Apple. Компания вернула сужающийся профиль первых Air. Процессор стал до 3,5 раза быстрее при работе с фотографией и видео. Производительность графики увеличилась до 5 раз. Машина обучения работает до 9 раз быстрее. Новый Air в 3 раза производительнее самого продаваемого Windows ноутбука. Правда не уточняется какой. В базе будет 8 гигабайт оперативной памяти. В кастомном варианте можно заказать 16 гигабайт. SSD накопители варьируются от 256 гигов до 2 терабайт. А система охлаждения пассивная, то есть без вентилятора. Ultrabook супертихий. Обещают до 15 часов работы в сети и до 18 часов при воспроизведении фильмов. Аккумулятор имеет емкость 49,9 Вт час. Также FaceTime HD камера должна дать более детализированное изображение, несмотря на то что она осталась все той же на 720p. Матрица IPS Retina на 13,3 дюйма с поддержкой цветового охвата P3 и технологии TrueTone. Яркость всего 400 нит. В кнопку питания встроен дактилоскопический датчик Touch ID. В корпусе имеется два Thunderbolt 3 порта и миниджек для наушников. Стартовая цена для рынка США без учета налога штата 1000 долларов. Для студентов 900. В России от 100 000 и до 125 000 рублей. А это примерно от 1300 до 1630 долларов. MacBook Air на Intel сняты с продажи. Следующим маком со встроенным чипом М1 стал мак мини в серебристом корпусе. Черный корпус остался с процессорами Intel. Процессор стал в 3 раза производительнее чем прошлый 4 ядерный чип. Графика до 6 раз быстрее. Мак мини компактнее и в 5 раз производительнее чем ПК за эти же деньги. Возможны конфигурации с 8 или 16 Гб оперативной памяти и SSD от 256 Гб и до 2 Тб. Система охлаждения активная с одним вентилятором. На борту будут все популярные интерфейсы. Два Thunderbolt 3, два USB-A, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet и 3.5 мм аудио джек. Стартовая цена в 700 долларов США без налога штата. В России от 75 и до 95 тысяч рублей. Это примерно от 980 и до 1240 долларов. Мак мини на Intel остается в продаже. Встроили М1 и в 13,3 дюймовый MacBook Pro. Обещают до 2,8 раз увеличенную производительность, 8 или 16 Гб оперативки и SSD от 256 Гб до 2 Тб. В общем как и на предыдущих двух машинах. Матрица немного ярче чем у Air. 500 нит. По автономности до 17 часов работы в сети или до 20 часов воспроизведения видео. Встроен аккумулятор больше чем у MacBook Air. 58,2 Ватт час. Это самый долго работающий от одного заряда мак. Встроено 3 микрофона студийного качества. 2 Thunderbolt 3 интерфейса и миниджек. Есть поддержка одного 6к монитора Apple Pro Display XDR. Обзор на канале. Стартовая цена 1300 долларов. Для студентов скидка 100 баксов. В России от 130 и до 150 тысяч рублей. А это около 1700 и 1960 долларов соответственно. MacBook Pro на Intel остаются в продаже. Все маки изготовлены из 100% переработанного алюминия. Новинки поступят в продажу в США с 17 ноября. У нас пока неизвестно. Mac OS Big Sur будет доступна для скачивания с 12 ноября. Остальные маки для профессиональной работы пока будут продаваться и оставаться на платформе от Intel. Под занавес хочу предложить поделиться своими впечатлениями от презентации и новых продуктов в комментариях. А с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть полноформатные обзоры представленных устройств. Всем пока.